здравствуйте с вами программа доктор плюс я и ведущий яровой владимир владимирович сейчас у нас в гостях заведующая школьно-дошкольным отделением видновской поликлиники глоба светлана александровна и мы поговорим о самом я думаю сложном возрасте это называется так научно пубертат пубертатный возраст это период изменений в организме подростка когда происходит половое созревание обычно он начинается с 8 9 лет у девочек из 10 11 у мальчиков а заканчивается в 16 17 лет у девушек и 19 20 лет у юношей вот этот возраст характерен тем что ну ребенок становится ребенок переходит и становится взрослым и вот вот этот переход для не для него очень болезненный для всех остальных вокруг него тоже достаточно болезненный вот вы не могли бы нас вести в курс во-первых с какого времени начинается этот возраст когда он приблизительно заканчивается вот когда к ребенку нужно все-таки на него обратить особое внимание но сначала хотелось бы сказать что подросток это не маленький взрослый это человек у которого есть свои анатомо-физиологические особенности в этот период происходит перестройка организма полностью и гормонального фона происходит рост различных органов систем по разным работают железы внутренние и внешние секреции формируется может формироваться какая-то патология обычно это возраст раньше мы считали с 12 до 18 лет сейчас сочетается с 10 лет то есть немножечко вот возраст пубертата помолодел уже в 10 лет начинают формироваться какие-то половые признаки у детей следующий углубленный осмотр это в 10 лет когда переходит происходит переход к предметному обучению опять же осматривают многочисленные специалисты хирург окулист невропатолог лорстоматолог ну я думаю что здесь нужно говорить об эндокринолога эндокринология это наука о строении и функции желез внутренней секреции эндокринные железы вырабатывают гормоны к основным эндокринным органам относятся эпифиз гипофиз в головном мозге щитовидная железа тимус надпочечники поджелудочная железа яичники у женщин и яички у мужчин эндокринолог да обязательно потому что эндокринной патологии много выявляется в этом возрасте именно в этот период как раз в связи с тем что гормональный фон очень резко меняется и могут наступать и самые различные уже в третьем классе уже сколиоза нарушение осанки мы у детей видим вес либо дефицита либо ожирение в шестом классе это в 13 лет ребенка осматривает окулист опять же с тем чтобы скомпенсировать его зрение я помню случай когда 11 школа видновская только открылась и прибыли люди со всех краев света в этой школе там сборная была солянка и окулист посмотрел этих детей и она ужаснулась дети в шестом классе половина из них не видят и не знают об этом ни родители не дети то есть дети где-то не успевают в учебе но это все списывается на то что он невнимательный лентяй и так далее ребенок реально не видит это конечно не очень хорошо это страшно была произведена коррекция таким детям сейчас в дальнейшем дети осматриваются уже у нас 14 лет очень важно осмотр гинекологом девочек андрологом мальчиков андролог врач занимающийся проблемами мужской половой сферы и проблемами урологии присущими только мужчинам мы видим различное нарушение половой сферы бесплодие как женской так и мужской во взрослом возрасте это не только бесплодие вот я просто у нас есть такая интересная скажем так деталь мужчины все знают кто такой месси леонель месси ну я думаю и женщины знают так вот он был очень маленького роста и когда его взяли в барселону он еще ребенком с ним заключили контракт он был очень маленький и вот пришлось с помощью гормонов ему хоть он и сейчас не очень высокий но вот с помощью гормонов его все-таки подтянули то есть вот здесь нужно следить за тем чтобы вот гормональный статус был в норме но к сожалению родители не всегда понимают значимость вот проведенных мероприятий очень часто отказываются от осмотра хотя где они еще обследовать свое ребенка когда врач придет в школу и посмотрит там ребенка то есть тебе не нужно тратить собственное время еще когда начинал работать так мы только и занимались тем что осматривали детские сады и школы ну я думаю сейчас это тоже сейчас профилактическая работа все равно большое значение имеет но в 15 лет и 16 17 лет это углубленные медицинские осмотры с привлечением всех специалистов кардиограммы узи их органов кровь моча и флюорограмма уже добавляется то есть мы уже обследуем легкие вот такое такая забота о детях проводится со стороны медицинских работников что в этом плане хотелось бы сказать что хотелось бы отдачи от родителей очень приятно когда в школе прошел медосмотр медсестра направила этих детей к окулисту эндокринологу стоматологу и возвращают справки полусорта санирована это очень хорошо когда идет такая отдача во первых это хорошо для ребенка его наконец-то вылечили но это хорошо и нам в таком моральном плане нас это удовлетворяет скажем так вот как раз мы перешли к следующему моему вопросу вот это это время скажем так когда организм наиболее подвержен различным заболеваниям вот какие именно заболевания проявляются именно при пубертатном возрасте или пубертатном то есть это в возрасте перехода во первых хочу сказать что у нас заболеваемость очень высокая у нас заболеваемость детей школьников 800 человек на тысячу то есть каждый 800 ребенка из 1000 он болен хроническим заболеванием или у него есть какие-то нарушения состояния здоровья в структуре заболеваемости на первом месте заболевание костно-мышечного аппарата это плоскостопия сколиозы нарушение осанки сколиоз это стойкое искривление позвоночника относительно оси проходящей вдоль центральных отростков позвонков при котором наблюдается боковое искривление и скручивание позвоночника в запущенных случаях происходит деформация грудной клетки и таза которая сопровождается нарушением работы сердца легких кишечника и тазовых органов казалось бы плоскостопие ночью что страшного правильно но ведь без коррекции плоскостопия не берут служить но на хорошо без коррекции плоскостопия нельзя вылечить сколиоз то есть пока ты не скорректируешь плоскостопие ты сколиоз никогда не вылечишь это вот нужно лечить всю костную систему вот я бы хотел все-таки чтобы немножечко остановились на заболеваниях органов дыхания вот если какая-то статистика сколько детей болеет органы боли заболеваниями органов дыхания это где-то 88 из 1000 заболеваний органов дыхания у детей школьного возраста ну казалось бы каждый десятый до казалось бы того что это 80 80 тысяч это не так и много но вообще подумать что за каждым таким заболеванием это и скажем так какие-то лечебные мероприятия да это пропуски ребенка в школе это нарушение его адаптации в школе и нарушение адаптации в коллективе адаптация приспособления функции организма его органов к условиям внешней среды все процессы адаптации направлены на сохранение однородности внутренней среды тела то есть он не может себе позволить какие-то походы вместе с детьми потому что на границе еще хочу сказать так как я немножко занимался этой этим вопросом свое время то я вам скажу что дыхательная система она определяющая в организме то есть от того какое количество дыхательных циклов от этого будет зависеть как будет работать сердечно-сосудистая система а кроме того легкие они находятся сверху над желудочно-кишечным трактом всем вот над внутренними органами еще дыхание будет создавать ритм и задавать ритм работы желудочно-кишечному тракту то есть вроде бы вот такой вот скажем так ну орган который практически ничего вроде бы не делает но на самом деле он является ритмозадающим в системе вот работы организма но соглашусь с вами в том что даже дышать нужно правильно да обязательно вдыхать через нос дети часто дышат ртом и часто болеют но это связано с тем что у них проблемы в носовых ходах даже если нет проблем проблем удалена не привыкли дышать так и они дышат ртом то есть родители должны контролировать можно сказать что если воздух проходит через нос он кроме того что согревается увлажняется из него удаляются все большое количество этих самых веществ очищается кроме того что вся грязь которая есть она практически оседает нас на носовых ходах и потом удаляется из этого из организма кроме того и там еще обеззараживается и бактерии и вирусы убиваются потому что выделяется тот же интерферон наш внутренний который он как раз и будет вот бороться с тем же к видом но вот количество детей с избытком веса с избытком веса где-то треть детей сейчас я не говорю всего 3 всего 3 я не говорю про ожирение до ожирение там поменьше но увеличение массы тела вот это очень сейчас две вот такие грани уменьшение массы тела то есть это как правило девочки подростковый период которые стараются худеть голодают специально для этого не едят может быть обманывают родителей и избыток масочной массы тела это для таких вот девочек можно сказать что в принципе масса тела зависит от конституции конституция тела совокупность функциональных и анатомических особенностей организма сложившихся на основе наследственных и приобретенных свойств когда человек с крупным то есть он гиперстонической конституции он никогда не будет худым это невозможно просто но в этом плане можно сказать что любит всяких и худых и полных поэтому если девочка полненькая она вполне может быть привлекательной то есть конституционально это невозможно просто да человек должен сам к себе относиться просто с любовью скажем так поэтому в его внешности он будет все удовлетворять а для этого нужно ну родителям рассказывать детям обо всем обо то есть в принципе ну в любом случае мы можем говорить о том что если я все еще касаюсь питания и мы к ним можем отнести еще и вредные привычки а вредные привычки к сожалению сейчас все время молодеют и молодеют ну и скажем так особенно вот сейчас они даже не курят они вот эту вот соску сосуд с как она называется я даже если честно не знаю но это все уже в том возрасте ну я знаю меня жена учитель и она рассказывает что дети которым там 12-13 лет они даже не сигаретами ходят с вот этой вот штукой это просто уже как как родители на это все смотрят потому что мне кажется родитель каждый может заметить если вредные привычки у его чада или нет ну я думаю что не каждый родитель сейчас идет гонка за зарабатыванием денег поэтому родители рано утром уезжают на работу в москву поздно вечером приезжают нет возможности контролировать своего ребенка хотя это и нужно выходные дни хотя бы но опять же касаясь систем профилактики хотелось бы что вот вместе работали педагоги школы педагог это человек который может используя свои умения воздействовать на духовную душевную и интеллектуальную жизнь людей медики школы на общественность так как раньше работа работала общественность как-то вот в этом случае мы сможем все таки побороться с ответными привычками и воспитать здоровое поколение а хотелось бы воспитать здоровое поколение а нужно сказать же что в принципе сейчас основная масса население живет в городах и скажем так наше население в стране не растет как не создают различные эти самые программы по повышению рождаемости она к сожалению все там на том же на том же уровне и остается и ну как мне кажется что все таки нужно родителям больше уделять внимание детям это несомненно и обращать внимание на ну на массу вопросов мы уже их осветили в принципе это такой период когда закладывается все что будет жизни то есть вот этот вот переход из ребенка во взрослость он и определит на потом на всю жизнь их поведение я не говорю уже о том что родители что-то должны детям но в принципе наблюдать за ними необходимо вот наблюдать кормить кормить и и все-таки ограничивать ограничивать оздоравливать оздоравливать то есть создать нужно правильную среду для ребенка матрицу в которой ребенок будет помещен ну а сейчас я вижу что у нас уже наступило время вопросов от телезрителей здравствуйте уважаемые врачи у меня возник вопрос сейчас взрослые шалости стали молодеть например курение кальяна например ранее половая связь употребление психоактивных веществ уже достаточно раннем возрасте это все сказывается естественно на детском здоровье и на здоровье общественности на общественном здоровье у меня с этим вопрос с этим вопрос как этому противостоять что делать в этом случае и как быть педагогом воспитателем родителям и бабушкам в том числе спасибо большое уже немножечко коснулись этого вопроса но мне кажется что здесь все зависит от родителей пример пример который подают родители своим детям они он является определяющим то есть вот я не курю и в моей семье никто не курит не знаю как как в других семьях но мне кажется что вот как как вы себя поставите в семье как как вы будете со своими детям так они в принципе и будут отвечать на этот на эти вопросы которые у них возникают согласна с вами и считаю еще что очень важно разговаривать с моими детьми спрашивать как прошел день в школе какие у тебя были трудности потому что дефицит внимания к детям он сейчас очень ощутим перемена в школе учитель вся облеплена детьми они ей каждый свое ухо кричит что он делал что у него какие-то вопросы возникли рассказывает что-то учитель как свободные уши а ведь это должны дети рассказать своим родителям и родителям и родителям должен выудить такую информацию которая может быть опасной для ребенка и подсказать ему как действовать в той или другой ситуации ну и нужно сказать что легче всего заниматься не хорошими делами не легче всего и пристают быстрее всего формировать правильное отношение к жизни правильное отношение к различным ситуациям это все лежит к сожалению все сейчас думают что это все лежит на школе и на учителе но нет это все лежит в семье все что происходит все лежит в семье то есть 90 процентов да да естественно что во внешней среде появляются какие-то там проблемы и все остальное но все равно они решаются все в семье все проблемы которые происходят там решаются внутри семьи в санкт-петербурге была очень хорошая школа не выпускали одно время пособие для детей как беседовать детьми о том что не нужно какие-то вечные привычки внедрять свою жизнь попробовать хочется но ведь извините меня то что собачки на улице делают ты же это не пробуешь ты не знаешь вкуса но ты не пробуешь это почему ты хочешь попробовать тот же наркотик наркотики это различные химические вещества которые способны воздействовать на центральную нервную систему человека и формировать стойкую физическую и психическую зависимость ну или алкоголь ну я вам скажу что в принципе я не скажу что я большой любитель алкоголя но в свое время я когда дети немножко выросли я им просто предложил немного алкоголя вот попробовали он же не такой приятный и все остальное но все равно ты если под контролем это все делаешь это будет для ребенка это еще то что ты ему доверяешь а кроме того я думаю что ребенок должен быть занят он должен ходить в секции тренироваться кроме того он должен заниматься надо его развивать он должен заниматься искусствами то есть или рисовать если вы нашли у него какие-то ну предрасположенности или он у него хороший слух он должен играть петь и так далее то есть он обязательно должен быть занят если он не занят значит вы будете заняты то есть уже психологические моменты скажем такие которые родители как психологи должны оценить своем ребенке увидеться заниматься ребенком главное заниматься ребенком быть к нему ближе тогда я думаю что все будет нормально с ребенком ну вот я думаю что на вот такой вот светлой ноте мы закончим нашу передачу будьте здоровы всего хорошего до свидания а